Напомнить некоторые аспекты мультидисциплинарного подхода к лечению псориазов, псориатического артрита, хотя в этой аудитории, я думаю, это не так актуально. Но тем не менее, мы знаем, что псориатический артрит – гетерогенное потенциально тяжелое заболевание, которое сопровождается снижением продолжительности и качества жизни больных, высоким уровнем комарбидных заболеваний. И это и определяет необходимость мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению этого заболевания. Ну, отмечено рост по некоторым регистрам, отмечено рост частоты встречаемости псориатического артрита, псориаза в различных возрастных группах, независимо от пола пациентов. Ну, вот, то, что мы можем наблюдать у своих пациентов с псориатическим артритом, различные заболевания с поражением различных органов, и этим и определяется необходимость мультидисциплинарного подхода. Ну, мне помогла Корина Арнольдовна, спасибо, рассказав о механизме. Ну, не только Интерлиген-17, а Интерлиген-12, 23, но также и ФНО-Альфа участвуют в каскаде иммунопатологических реакций при развитии псориаза. Иммунные нарушения и воспаления играют важную роль в развитии и прогрессии псориаза. И при прогрессии псориаза постоянный воспалительный процесс может запустить развитие сопутствующих заболеваний, таких, как в том числе и сердечно-сосудистые заболевания. Вот распространенность коморбидных состояний выше у пациентов с псориазом в сравнении с общей популяцией населения. У пациентов с тяжелым псориазом также увеличен риск смертности. И возраст на момент смерти пациенты с псориатическим артритом умирают, по данным этого статистического исследования, на 7 лет раньше. Как мужчины, так и женщины. Независимо от... Независимо, псориаз связан с повышением роста смертности независимо от всех причин. При псориатическом артрите отмечена высокая распространенность проявлений ишемической болезни сердца, различных заболеваний, связанных с нарушением периферического кровообращения. Тут указано, во сколько раз выше встречается при псориатическом артрите по сравнению с контрольной группой. У 50% больных с псориатическим артритом выявляют метаболический синдром, нарушение ритма сердца, субклинический атеросклероз, повышение артериальной ригидности, дисфункция эндотелемагистральных артерий, стеноза артального клапана. И таким больным в связи с этим необходимо проводить регулярный скрининг традиционных факторов и риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, ожирение, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, а также скрининг наличия сахарного диабета. Распространенность метаболического синдрома и его компонентов у больных с псориазом. По данным реальной клинической практики, синие столбики – это случаи больных с псориазом, красный – это контроль. Частота метаболического синдрома коррелирует с возрастом пациентов и тяжестью проявления псориаза. Лечение псориаза у пациентов с ожирением затруднено по нескольким причинам. Во-первых, ожирение увеличивает риск токсического воздействия методриксата и циклосфорина на печени и почки. Высокий индекс массы тела ассоциируется со снижением краткосрочного клинического ответа на все препараты системного действия. И биологические препараты с режимами фиксированной дозы, такие как Нерсепт и Дальмумаб, могут ставить под угрозу эффективность лечения у пациентов с большой массой тела. При метаболическом синдроме мы знаем, что повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пациентов с тяжелым поражением кожи и активным прогрессирующим псориатическим артритом, что приводит к уменьшению продолжительности жизни. Псориаз также ассоциирован с сахарным диабетом и здесь показано, что по сравнению с контрольной группой значительно выше риск развития сахарного диабета как у мужчин, так и женщин, так и у женщин. Псориаз также повышается риск развития инфаркта миокарда в сравнении с контрольной группой. И при тяжелом псориазе этот риск выше желтой квадратики. Показана ассоциированность псориаза с неалкогольной жировой болезнью печени, распространенность этого заболевания у пациентов с псориазом в сравнении с контролем и у пациентов с псориазом в зависимости от степени тяжести. Чем выше степень тяжести, естественно, чем чаще, тем чаще встречается это поражение. Но что тоже важно учитывать, что риск депрессии, тревожности и суицида при псориазе также выше в сравнении с группой контроля. Это база данных общей врачебной практики на большом количестве пациентов. Цели фармакотерапии псориатического артрита всем хорошо известны. Ликвидация воспалений – это основной компонент для достижения этих целей. И появление геноинженерных препаратов дает нам возможность достигать большего эффекта в лечении в том случае, когда мы не видим удовлетворительного результата терапии синтетическими базисными препаратами. С применением геноинженерных препаратов появилась возможность добиваться предотвращения костно-деструктивных изменений у больных с псориазом значительного или полного разрешения кожного поражения и обеспечения контроля над системным иммуно-ассоциальным процессом. По данным Национального института здоровья Великобритании предлагается выбор первой линии геноинженерных препаратов при псориатическом артрите, и это могут быть все перечисленные препараты, все известные ингибиторы фактора микроза опухоли альфа или устикинумаб, или секукинумаб. Цикл смены препаратов при недостаточной их эффективности предлагается повторять до трех раз, если вторым или третьим геноинженерным препаратом назначен устикинумаб, и оценка ответов проводится через 3-6 месяцев от начала терапии. Если эффект есть, то продолжается геноинженерный препарат с оценкой ответа каждые 3-6 месяцев. При сохранении ответа возможно снижение дозы ингибиторов фактора микроза опухоли альфа, или, если нет ответа, смена геноинженерного препарата. Опции для переключения вторичных неответчиков на геноинженерный препарат, если неполным был ответ на терапию предшествующим препаратам, то оценивается комплоентность пациента и адекватность дозирования, и проводится смена препаратов в соответствии с тем, что мы видим на таблице. Геноинженерные препараты в начале ингибиторы фактора некроза опухоли альфа, и выбираются препараты следующим образом предлагается выбирать инфлексимаб, адолимумаб или это нерсепт в начале терапии. Они позволяют достичь снижения рентгенологического прогрессирования, уменьшения симптомов заболевания. Если мы видим с течением времени уменьшение скорости очищения кожи у больных псориазом, то предлагается назначать сипукину маб для пациентов, не ответивших на терапию ингибиторами фактора некроза опухоли альфа, или назначение устикину маба в случае умеренных проявлений псориатического артерита и выраженных кожных проявлений. На 24-й неделе терапии стелары у 70,5% пациентов было достигнуто критерий минимальной активности заболевания по данной клинической практике. Устикину маб продемонстрировал выраженный эффект действия на суставной синдром. И через 2 года лечения стелары сохранялся долгосрочный эффект терапии. Достоверный ответ на терапию начинался с 8-й недели. С 28-й недели выраженный максимально устойчивый ответ, который нарастал с 8-й до 28-й недели. Разного цвета линий на графике показывают разный режим дозирования препарата. Вот что интересно, что в исследовании Эклипса это было сравнительное исследование, открытое, куда были включены 51 пациент с псориазом, с псориатическим артеритом, с выраженностью энтезитов. И оценивалось устранение энтезитов через 6 месяцев по индексу SPARC. И первичной целью было достижение полного исчезновения энтезитов. На Устикину маби 78% продемонстрировали исчезновение этих симптомов. И на ФНО Альфа 38,4%. ПАСИ 90% также более выраженные в группе Устикину мабы достижения цели. И была поставлена цель ПАСИ 100% в сравнении с 20-ю энтезитетом антезитом. Вот что интересно, что чем мы дольше лечим пациентов препаратами ФНО Альфа, тем чаще, наверное, мы будем встречаться с такими побочными эффектами, с нежелательными явлениями, как демилинизирующиеся в том демилинизирующих заболеваний и рассеянный склероз. И рассеянный склероз также иммуноопосредованное заболевание центральной нервной системы. В настоящее время не доказана прямая его связь с псориазом и псориазом, но репортированы случаи диагноза псориаза у членов семьи пациентов с рассеянным склерозом. В этом случае алгоритм выбора на первом месте Устикину маб или ингибитор интерликина-17 и рекомендуется избегать всех ингибиторов ФНО Альфа, если имеются риски развития рассеянного склероза. Как я уже сказала, прием ингибиторов ФНО Альфа ассоциировал с развитием рассеянного склероза и ухудшением течения этого заболевания. Таким образом, еще раз, первая линия препаратов у этих пациентов Устикину маб и вторая линия Секукину маб. Все остальные ингибиторы фактора микроза опухоли не рекомендованы. Что касается сердечной недостаточности у пациентов псориазов, Устикину маб за время долгосрочных наблюдений не продемонстрировал ухудшение течения сердечной недостаточности. Накопленных данных по интерликину-17 недостаточно, а вот ингибиторы фактора микроза Альфа ограниченное применение имеют. Они противопоказаны при выраженной сердечной недостаточности и допускаются только при легких классах недостаточности сердечной. Алгоритм в этом случае Устикину маб или ингибитор интерликина-17, а РФНО Альфа в зависимости от тяжести сердечной недостаточности. Вот это здесь повторяется. Терапия стилары характеризуется низкой частотой развития нежелательных явлений. Мы видим, что ниже развитие злокачественных новообразований, чем при других, в том числе ФНО Альфа препаратах. Нет отличий по развитию симптомов сердечной недостаточности. Серьезная инфекция существенно ниже на Устикину маби, но и нет особых отличий по данным о смертности. Частота развития инфаркта миокарда и инсульта на терапии стилары ниже расчетных ожидаемых значений. Сравнение с общей популяцией, ожидаемая частота рассчитана с учетом наличия факторов риска, и сравнение с популяцией пациентов с псориазмом, ожидаемая и наблюдавшиеся частоты. Изменение индекса массы тела на биологической терапии псориаза и псориатического артерита изучали через 7 месяцев терапии, многоцентровое сравнительное исследование длительностью 7 месяцев, среднее повышение массы тела на терапии инфлексимамом 2,6 кг, на терапии устикину маму 0,6 кг. Это бывает важно, в том числе с точки зрения расчета доз препаратов или достижения эффекта лечения. Пациенты с псориазмом и гепатитом В на терапию устикину маму отмечается снижение риска реакциевации гепатита В на фоне проведения антивирусной профилактики. Это был ретроспективный анализ. При гепатите В допускается в первой линии выбор устикину маму, во второй в секу кину маму и адалимумаб, это нерцепт или инфлексимаб в третьей линии, так как они отличаются большим риском воздействия на функцию печени. Что касается латентной туберкулезной инфекции, возникали случаи активации латентной туберкулезной инфекции как всем новосвязанным терапией фено-альфа, и не было замечено случаев активации латентной туберкулезной инфекции на терапии ингибиторами интерлекина-17 или интерлекина-12-23. И таким образом, по рекомендации экспертной группы СЭКБИО, введение пациентов с псориатическим артритом и псориазом, осложненным сопутствующим туберкулезом, здесь описано очень подробно, я не буду на этом останавливаться, Обращу только внимание на то, что при высокой активности как псориатического артрита, так и псориаза, разрешено назначение устики НОМАБа через 2 месяца после начала лечения активного туберкулеза, во вторую очередь может быть применен к ЭТМРСЕКТОР. Применение стеллара у пациентов с латентной формой туберкулеза, обобщены данные здесь 5 клинических исследований 3 фазы, 167 пациентов с латентной формой туберкулеза получили устики НОМАБ в рамках исследований 3 фазы, не было зарегистрировано ни одного случая активации туберкулеза, это важно. И по рекомендации наших коллег изрубежных, алгоритм выбора ген-инженерной терапии для бионаивных пациентов при губольных псориазах, если отсутствуют дополнительные факторы выбора терапии, то начало лечения с ингибиторами фактора микроза опухоли АЛЬФА или устики НОМАБа, учитывается также предпочтение пациентов в отношении пути введения препарата и интервалов между введениями, если дополнительные факторы выбора присутствуют, имеются инфекции или повышенный риск туберкулеза, то выбирают ростики НОМАБ или ЭТНРСЭП, Если у пациента острое увеи, то предпочтительно ингибиторы фактора некроза АЛЬФА, при тяжелом артрите и тяжелом псориазе ингибиторы фактора некроза АЛЬФА предпочтительно, при тяжелом артрите и легком псориазе также ингибиторы фактора некроза АЛЬФА, Умеренный артрит с тяжелым псориазом все-таки предпочтительен у стекиномаб. Дактилит и интенсит, может быть выбран у стекиномаб или инфлексимаб. И при наличии кардиоваскулярного риска или метаболического синдрома, лимбитеры фактора микроза альфа, предпочтительен умерсет. Но по предыдущим слайдам было видно, что кардиоваскулярный риск невысок при назначении и у стекиномаба. При псориазе и депрессии у стекиномаб снижает относительно риск развития депрессии на 55% по индексу депрессии. Но пока неизвестно, это связано с уменьшением выраженности депрессии, противовоспалительным эффектом ГИППП или улучшением состояния кожных покровов. Выживаемость терапии геноинженерных препаратов у стекиномаб продемонстрировал лучшую выживаемость в долгосрочном лечении. И следующие за ним выживаемости от элимумаб. К сожалению, секундиномаб продемонстрировал наиболее низкую выживаемость эффекта. Риск прекращения терапии на у стекиномабе тоже важно в реальной практике знать, что гораздо ниже риск прекращения терапии в случае использования у стекиномаба, чем у инфлексимаба, это нерсепто, сикотиномаба и адолюмумаба. Ну и резюме полностью разрешится не зачитывать. Выбор геноинженерного биологического препарата должен быть естественно с учетом гоморбидного фона пациента. Какой же, ну важно знать о выживаемости терапии, какой же профиль пациента для у стекиномаба. Он является препаратом выбора у пациентов с псориатическим артритом в сочетании с псориазом, метаболическим синдромом, патологией сердечно-сосудистой системы, заболеваниями печени, риском реактивации туберкулезной инфекции, депрессией. Ну и, хотя это и редкое осложнение, но тем не менее, я следующее, кажется, и вероятность демиленизирующего заболевания. Спасибо. Дорогие коллеги, вопросы? Если вопросов нет, тогда Андрей Евгеньевич вам услышит.